эпилог написанный в 1926 году со дня ухода последнего из первых прошло три года не так давно мы авторы этой книги янгель и пантелеев были на вечере в одном из заводских клубов там шла какая-то современная пьеса после последнего акта когда зрители собрались уже расходиться на авансцену вышел невысокого роста человек зачесанными назад волосами в черной рабочей блузе с красным значком на груди товарищи сказал он прошу вас остаться на местах предлагаю устроить диспут по спектаклю сначала мы не обратили на человека в блузе внимание услыхав же голос и взглянув узнали японца после диспута пробрались за кулисы и отыскали его он вырос за три года не больше чем на пол дюйма но возмужал и приобрел какую-то артистическую осанку япончик окликнули моего ты что здесь делаешь встретив нас радостно он долго не отвечал на наш вопрос шмыгал носом хлопал нас по плечам а потом сказал выступаю в роли помощника режиссера кончая институт цинических искусств а эта практика кроме того японец служит зав клубом в одном из отделений ленинградской милиции ведет работу по культ просвету от японца мы узнали и о судьбах пыльникова и финкельштейна саша пыльников некогда ненавидящий халдеев и все к халдеям относящиеся сейчас сам почти халдей кончает педагогический институт и уже практикуется в преподавательской работе поэт финкельштейн копчик учится в техникуме речи и тоже на последнем курсе купца мы встретили на улице он налетел на нас огромный возмужал и до неузнаваемости одеты длинную серую шинель в новенький синий шлем и в сапоги со шпорами на левом рукаве его косовались какие-то геометрические фигуры не то квадрата не то ромбы он уже краском красный офицер на улице же встретили мы и воробья он бежал маленьким воробушкам по мостовой обегая тротуар и прохожих сжимая подмышкой портфель воробей крикнули мы он был рад нас видеть но заявил что очень спешит и пообещав зайти побежал день спустя он зашел к нам и рассказал о себе и о некоторых других шкицах работает он в типографии вместе с кубышкой мамочкой горбушкой и адмиралом все они комсомольцы и все активисты сам же воробей секретарь коллектива от воробья же мы узнали о голом барине и о гужбане голенький работает на красном треугольнике а гужбан на большевике и совсем уж недавно совсем на днях в нашу комнату ввалился огромный человек в непромокаемом пальто и высоких охотничьих сапогах лицо его достаточно обросшие щетиной усов и бороды показалось нам тем не менее очень знакомым цыган скричали мы он самый сволочи ответил человек и уже по построению этой фразы мы убедились что перед нами действительно цыган он агроном приехал из совхоза где работает уже больше года в питер по командировке ночевать он остался у нас вечером перед сном мы сидели у открытого окна говорили в пол голоса и вспоминали шкиду осенние сумерки сырые и бледные лезли в окно в окно было видно как на заднем дворе маленький парнишка гонял железный обруч за забором слышалось пение буденного и смех а где теперь бессовестный бык а они еще в техникуме на последнем курсе изменились не узнаете цыган минуту помолчал смотря на нас а потом улыбнулся и вы изменились ой как изменились особенно янкель на янкеля уж совсем и не похож а ленька на поделе его похож цыган засмеялся шкида хоть кого изменит потом прикурил погашу цыгарку махры пустил синее облако за окно в густые сумерки а помните сказал он и наклонив голову пол голоса запел путь наш длинен и суров много предстоит трудов чтобы выйти в люди